С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 29 ноября. О родившихся на свет в 1798 году в этот мир приходит Александр Брюлов, русский художник и архитектор, профессор архитектуры Императорской Академии Художеств, старший брат Карла Брюлова. А в 1803 году рождается Кристиан Доплер, австрийский физик, математик и астроном. В 1850 становится профессором Венского университета и директором первого в мире физического института при этом университете. В 1842 году Доплер теоретически обосновал зависимость частоты звуковых и световых колебаний, воспринимаемой наблюдателем от скорости движения наблюдателя и источника колебаний. Так появился знаменитый принцип Доплера. В 1825 год в этот мир приходит Жан-Мартен Шарко, французский врач, который дал имя Душу Шарко. Один из основоположников невропатологии и психотерапии. Врач-психиатр, специалист по неврологическим болезням. Кстати, основатель нового учения о психогенной природе истерии. Провел большое число клинических исследований в области психиатрии с использованием гипноза как основного инструмента доказательства своих гипотез. 1906 год. День рождения Романа Кармена, кинооператора. В конце войны в осажденном Берлине он сумел выйти на связь даже с имперским министром пропаганды Геббельсом. Обнаружив работающий городской телефон, Кармен подбил переводчика вызвать министерство пропаганды и пригласить к телефону министра. Когда тот подошел к телефону и на вопрос, сколько гитлеровцы еще продержатся, ответил несколько месяцев. Кармен произнес несколько дерзких фраз, после которых Геббельс бросил трубку. Уж не знаю, легенда ли это. В 1932 году родился Жак Рене Ширак, французский политик, 22-й президент Франции с 1995 по 2007 год. Один из самых уважаемых политиков современности. В 1966 году родился Евгений Миронов, актер театра и кино, народный артист России, лауреат государственной премии Российской Федерации, художественный руководитель государственного театра нации с 2006 года, активно снимающийся при этом в кино. О событиях дня. 1915 год. Сергей Есенин заключает соглашение с петербургским издателем Аверьяновым на издание первой книги своих стихотворений. В своеобразном договоре стояла подпись «Крестьянин села Константинова Рязанского уезда и Рязанской губернии Кузьминской волости Сергей Александрович Есенин. Петроград, Фонтанка 149, квартира 9». 1941 год. В деревне Петрищево Русского района Московской области немцы повесили 18-летнюю москвичку Зою Космодемьянскую, которая схвачена при попытке сжечь сарай местного жителя Сверидова. По словам свидетелей, уже с эшафота девушка кричала, согнанной на казнь кучки крестьян. «Граждане, вы не стоите, не смотрите, а надо помогать воевать. Это моя смерть, это мое достижение. А также, сколько нас не вешаете, всех не перевешаете. Нас 170 миллионов, но за меня вам наши товарищи отомстят». Последние слова Космодемьянская произнесла уже с петлей на шее. После этого из-под ее ног убирают ящик. Зоя попыталась схватиться за веревку рукой, но немецкий офицер ударил по ней хлыстом. 1945 год. Провозглашение Федеративной Народной Республики Югославии под руководством Брос-Тито. Учредительная скупщина принимает декларацию, согласно которой на территории Югославии происходила окончательная ликвидация монархии и провозглашалась Федерация, которая позднее по Конституции 1963 года и получила свое длинное название Социалистическая Федеративная Республика Югославия Сефарию. Она просуществовала вплоть до 1992 года, а затем разделилась, как известно, на шесть независимых стран и одно частично признанное государство. И, увы, не обошлось без войны». 1955 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР московскому метрополитену было присвоено имя Ленина. До этого метро именовалось именем Лазаря Кагановича, куратора стройки первых линий подземки. 1965 год. Политбюро ЦК КПСС одобрило предложение отдела культуры ЦК об удовлетворении просьбы Михаила Шолохова, который направлялся также с разрешения того же ЦК в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе. В министерстве изложили эту просьбу так. В связи с тем, что по существующему ритуалу товарищ Шолохов при вручении премии должен быть одет в специальный фраг, а в наших условиях пошить установленный фраг в оставшиеся сроки не представляется возможным, товарищ Шолохов просит выделить ему на приобретение в городе Хельсинки фрага и экипировки сопровождающих его лиц 3000 американских долларов с последующим возвратом этих денег из той самой Нобелевской премии. 1971 год. В театре на Таганке премьера спектакля «Гамлет» в главной роли Владимир Высоцкий. Билетов на Таганку было практически недостать в те времена. Зрители стояли в очередях в надежде хотя бы с галерки увидеть спектакли, о которых говорила уже не только Москва, но и весь мир. Таким спектаклем, в общем-то, и стал «Гамлет» в постановке Юрия Любимова в переводе Бориса Пастернака с Владимиром Высоцким, который, как писали журналисты, играл принца датского на разрыв аорты. 18 июля 1980 года, за семь дней до своей смерти, актер в последний раз вышел на сцену в этой роли. А после его кончины спектакль был выведен из репертуара. Заменить Высоцкого было невозможно. 1980 год. Шведская группа ABBA вновь занимает первую строчку английского хит-парада с песней «Супер Труппер» в девятый и последний раз. Это 25-й хит-группы в британском ТОП-40. Заглавный трек из альбома 1980 года, написанный Бенни Андерсоном и Бьерном Ульвиусом. Но еще об одном событии. День буквы ЙО. Это неотъемлемая часть некоторых нецензурных выражений и единственная литера русского алфавита с диэрезисом, так называются эти две точки сверху, которые, впрочем, часто игнорируются в письме. Долгое время в русском языке не было загадочной буквы ЙО. 29 ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Российской академии, на котором присутствовали поэт Державин, драматурги Фанвизин и княжнин, лингвист Лепехин, митрополит Гавриил и другие уважаемые академики. Обсуждался проект полного толкового славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии словаря Академии Российской. Уж было, академики собираются разойтись по домам, как Екатерина Романовна спросила, может кто-либо из них написать слово «ёлка». Ученые подумали, что княгиня пошутила на прощание, но та написала слово «иолка», произнесенное ею, и задала вопрос, правомерно ли изображать один звук двумя буквами. Екатерина, новорожденную букву «ё» предложила употреблять для выражения слов и выговоров с его согласия начинающихся, как «матьёры», «ёлка», «ёж». Новаторскую идею княгиня поддержал ряд ведущих деятелей культуры того времени. Одним из первых использовать её в личной переписке начинает поэт Гавриил Романович Державин. В ноябре 1784 года новая буква получила официальное признание. Собственно говоря, сегодня мы, конечно же, редко употребляем эти самые две точки, но, возможно, в этом прелесть. Точек нет, а буква есть. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова